Это был Борис Голицын. Смотрел на этого человека, он общался очень живой, белым, со всеми. Общался белым, блин. Такое впечатление, что человек только и был озабочен своей жизнью одним. Как доставить удовольствие ближним людям, чтобы они улыбались, что-то приятное сделать, подарить. Вот такой человек, немножко уже мы испытываем голод на таких людей. Да, ну слава Богу, матушка жива. 2 марта 97-го года. Да, рады участники, написали нам какие-то пожелания, подоградности, и рукой Анны Юрьевны у нас масса писем ее, конечно. Да, которые мы издадим. У нас летится Анна Замачевна. Ой, замечательно. Все, раковина. Вы тоже посидите. Очень рады. Мы так рады принимать вас здесь в гостях. А мы еще так рады, что наконец... Мы мечтали вот здесь встречать Анну Юрьевну. Мы здесь Людмилу Тобольскую тоже встречали, как если бы встречали Анну Юрьевну. Вы знаете, вот здесь у нас, к сожалению, нет Татьяны Амосовой, первой исполнительницы песен Анны Юрьевны. И вот она сейчас поет «Слезу», она поет балладу «Крещение Руси», вы знаете, с гуслером, роман «Опричник» такой. Это все замечательно. Вы, кстати, послушаете там. Марина сама поет теперь песни Анны Юрьевны. И Виктория Филатова, наш, ну просто потрясающий совершенно композитор, она... было совсем некогда. Что-то такое и у ее супруга Жени, которая сидит впереди, ее заслоняет от нас. Вот. Тоже у них что-то было. И все-таки, когда мы отмечали 93-е Анны Юрьевны, Федерации Мира и Согласия, все-таки Виктория сделала потрясающую пьесу «Букет» мелодии Анны Юрьевны. Вот. Виктория, ты как? Пожалуйста. Я думаю, что сколько звучало уже мелодии. Нет, ну еще, еще, еще не звучало этой инструбе. Я слово скажу. Да. Таню Моссову вспомнили. Это исполнительница, с которой я работаю уже больше 15 лет. И вот я очень рада, что она нашла еще и вот в этом направлении свое воплощение в работе, как первая исполнительница песен Анны Марли у нас в России. Танечка очень умный человек и чуткий по своей артистической натуре. И, конечно, ей очень удалось это воплощение. А мне так довелось по просьбе ОСИИ приготовить небольшой такой калаш музыкальный. Вот. И звучал день памяти годовщины, когда не стало здесь, в земном мире, Анна Марли. И вот я этот калаш приготовила. Но в процессе подготовки этого материала я погрузилась в материал и стихотворный, потому что я сама автор, композитор, и мне интересно, конечно, работать с стихами. У меня родились мелодии, я вам их подарю в записанной визе, нотном. Вот. Это я подарю вам. Ну, а сейчас тогда прозвучат несколько мелодий, которые уже многие вас знают. И завершится эта песня «Новой России». И у вас есть гимн «Новой России», у вас есть в подборке материала, есть слова. Поэтому вы можете подпеть. А все-таки одну вашу вещь можно послушать? Можно. Спасибо. А то вы хотите. А то меня... А я хотела лишить этого. Не, ну, а я... Она думает, когда... Вечером в церкви, когда вы разговаривали... Замечательный момент вечера, когда вы говорили о храме, где звучала его музыка, я уже была в своей музыке. Пожалуйста. Вечером в церкви называется. Вечером в церкви. Господу и маме, что создали меня простой, с горячим сердцем и губами, со светлой и лёгкой душой. Спасибо Господу, что Богу не дал на сроку погубить. И ясной звёздочкой дорогу помог во тьме мне посветить. Спасибо Господу, что Аркел с рожденья мне приставлю вы. Он, как любви горячей в тьме, в этом вечности светит. Спасибо Господу, простите, пожалуйста. Спасибо Господу и роде, мне мир во владенье дар. Свободен, чист и непосуден, открыт искусство и мечта. Спасибо Господу, что слава меня священным любит. И Богородице любовью мне жизнь навеки позови. Спасибо Господу, что слава меня простой, с горячим сердцем и губами, со светлой и лёгкой душой. Спасибо Господу, что слава меня простой, с горячим сердцем и губами. Ну вот, вот мелодии Анны Марлей. Богородице 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok